Приветствую вас, дорогие мои, надеюсь, вы здоровы и надеюсь, что вы серьезно задумались над тем, чтобы оставаться в карантине. К сожалению, Россия, на мой взгляд, поздновато включается в эту борьбу против коронавируса, но тем не менее радует, что они все-таки хотят применить все те же самые меры, что и в Европе. Сейчас я хотел бы обратиться к вам с просьбой подумать о том, насколько ситуация серьезнее, чем мы все подозревали. Я думаю, что на данном этапе совершенно не важно выяснять, откуда этот вирус, кто его сделал, или он имеет естественную природу, заказали ли этот вирус Соединенные Штаты против Китая, запустили ли его специально в Китае. Сейчас эти вопросы менее важны. В своих предыдущих роликах я высказал свое мнение по этому поводу. Вы еще наверняка слушали какую-то дополнительную информацию и все сделали свои выводы. На данном этапе нужно отбросить в сторону все эти рассуждения и задуматься о своем здоровье. На данном этапе мы должны все-таки подумать, как нам сохранить себя и своих близких. Нужно ли участвовать во всех этих карантинах и как серьезно нужно к этому отнестись? Мой призыв к вам – отнеситесь к этому серьезно. Даже если вы не доверяете своему правительству и персонально Владимиру Путину, они 100% заслужили такое к себе отношение, потому что так, как они относятся к своему народу, то, насколько они обманывают, конечно, не подразумевает никакого доверия к ним. В данном случае меры, которые будут применяться, я думаю, что это должны быть жесткие меры. Например, людей начнут штрафовать на улицах и так далее. Может быть, не с первых дней карантина, но чуть-чуть подальше вы с этим тоже столкнетесь. Это все будет делаться все-таки правильно. Вы должны понять, что ситуация более чем серьезная. К сожалению, вот сейчас мы имеем Италию, которая попала буквально в воронку этой эпидемии, и там число погибших ужасает, я бы так сказал, на данный момент. Но и даже живя в Германии, я могу сказать, что здесь применяются очень серьезные меры. Люди соблюдают условия карантина. Немцы – очень дисциплинированный народ. К ним не нужно обращаться 25 раз. Они с одного раза понимают. И все стараются этих правил придерживаться. И тем не менее, вот на сегодняшний момент за сутки в Германии число заразившихся увеличилось на 4764 человека. В общей сложности в Германии заражены около 28 тысяч человек. Погибших за последние сутки выросло с 86 до 114 человек. В то время как в Италии сейчас ежедневно умирает 700-800 человек. Ежедневно. Для очень маленькой страны это реально серьезная цифра. Сейчас я вас сначала познакомлю с письмом. Не могу ручаться, насколько точна информация, но что-то подсказывает мне, что эта женщина, обратившаяся ко всем в интернете, говорит правду. Возможно, несколько, ну, в такой женской истеричной манере. Тем не менее, давайте прислушиваемся к тому, что она говорит, обращаясь к вам, россияне, потому что вы только вступаете в фазу карантина. Дорогие мои, вы даже понятия не имеете, что вас ждет через несколько недель. И как за такое короткое время меняется твоя жизнь, превращается в фильм-катастрофу. Итак, если вы до сих пор тусуетесь, ходите в гости на работу, водите своих детей в сады и школы, просто знайте, две недели назад у нас было то же самое. Я тоже смеялась и пыталась спасти свой бизнес, который зависит от туристических притоков. Сейчас это уже не актуально. Сейчас для нас актуально только одно – выжить. Долго не хотела пугать, но, возможно, мое описание актуальной ситуации что-то изменит в головах моих русских и не только друзей. И даже спасет чью-то жизнь. Итак, наша реальность на сегодняшний день. Закрыто все, кроме продовольственных магазинов и аптек. Мы выходим из дома раз в неделю за продуктами, в масках и перчатках. Нужно иметь с собой разрешение на выход. Магазин только рядом с домом в радиусе одного километра. Иначе штраф 206 евро и уголовная ответственность. Постов много, проверяют всех подряд и на машинах, и тех, кто идет пешком. Если у вас под домом один маленький магазинчик и дорогой, а вы хотите в тот, где привыкли закупаться, никого это не интересует. Все, что только можно перестраивать под больницы, перестраивается как во время войны. Сегодня под больницу открыли круизный лайнер в Генуи. Больных принимают только те, кто между жизнью и смертью. Притом те, кто безнадежны, позволяют просто умереть. Если привозят двоих, 30-летнего и 50-летнего, спасут 30-летнего, так как часто респираторных аппаратов нет. Больные лежат повсюду, в коридорах, в проходах. Сами врачи работают без смен, просто до тех пор, пока стоят на ногах. Если вашего родственника увезли с короной, и он не смог выздороветь, то вы его больше никогда не увидите. С телом не дают прощаться, а увозят напрямую в крематорий. Сейчас умирает по 700-800 человек в день. Для маленькой Италии это огромная цифра. Умирают отнюдь не только старики, но и 30-летние и 40-летние. Умирают очень быстро, за несколько дней. И даже могучие и сильные, как быки мужики, с сильным иммунитетом тоже погибают. И даже дети. Да, в процентном отношении меньше, но какое вам дело до цифр, если умрет ваш ребенок. Никогда не слышала, как звонит колокол по мертвым. Сейчас слышу постоянно, и этот звук въедается в уши. Хочется сжаться и спрятаться в самый дальний угол квартиры. Итак, если вы до сих пор думаете, что вас это не касается, где Италия, а где вы, вот вам история, как все спокойно у нас начиналось. 30 января в Риме была обнаружена и изолирована пара из Китая, зараженная вирусом. Отменяется авиасвязь с Китаем, все спокойно, в жизни ничего не меняется. 23 февраля обнаружено около 100 зараженных. Очаги – маленькие города на севере Италии, где установлен карантин. Вся остальная Италия гуляет, все открыто. 4 марта, наконец-то, закрывают школы и университеты. Все дети и студенты высыпают на улицу, благо погода способствует. 8 марта уже почти 6 тысяч зараженных. Тесты делают всем подряд, потом меняют тактику, так как цифры слишком пугающие и принимают метод большинства стран Европы только с симптомами. Всю ломбардию посадили на карантин, закрыли музеи, кино, театры, спортивные торговые центры, бары и рестораны до 18 с необходимостью соблюдения дистанции. В Риме продолжают гулять, без масок, естественно. Работающие на севере южане рванули к родичам на юг, перевозя за собой зачастую вирус, не зная этого. 11 марта вся Италия становится красной зоной. Почти 13 тысяч зараженных. Закрывается все, кроме продовольственных магазинов, аптек и фабрик. Объявляется пандемия. Еще можно заниматься по одиночке спортом на улице, ездить по магазинам, но с бумажкой о разрешении. Уже страшновато, но не очень. Шутим и постим приколы в WhatsApp. 21 марта зараженных около 60 тысяч, из них около 6 тысяч умерших, закрываются все фабрики и заводы. Выходить в магазин можно по одному раз в три дня в радиусе до одного километра от дома. Выходить за пределы своей коммуны строго запрещено. Спорт вне дома запрещен. Передвигаться можно только за едой и если умираешь. Несрочные визиты к врачу запрещены. Патрули штрафуют всех поголовно за нарушение штраф плюс уголовную ответственность. Военная техника в Бергамо не справляется с вывозом трупов, так как на местных кладбищ мест нет. Премьер-министр Италии объявляет в стране кризис уровня Второй мировой войны. Это и правда похоже на войну. В каждой семье есть кто-то, кого ты знаешь, кто либо умер, либо борется за жизнь. Уже не до шуток. Все это произошло за один месяц. Я не призываю паниковать, но умоляю вас, свои привычки нужно изменить сейчас, так как через пару недель будет поздно. Не выходите из дома, не принимайте гостей, родственников. Не ходите на работу, школу, университет. Это, конечно, в основном зависит от государства, но все же. Носите маски, мойте руки, дорожите своими близкими. Выходите из дома редко и по крайней необходимости. Тренажеры, книги, фильмы вам в помощь. Ну вот такое письмо, я еще сократил, там были совершенно такие панические описания. Видимо, женщина эмоциональная. Не знаю, насколько все ровно так, но судя по цифрам и судя по настроению итальянцев, это письмо очень близко к реальности. А сейчас я вам расскажу, что в Германии происходит и как Германия справляется с эпидемией коронавируса. Во-первых, самая главная ошибка, которую сделали итальянцы в самом начале, они призывали всех больных, или кто подозревает, что у них симптомы, приходить в больницы. И там они делали тесты этих самых зараженных коронавирусом, что привело, в общем-то, вот к этой самой эпидемии. Там очень много посетителей, тех, кто болел обычным гриппом, а не коронавирусом, вот все они перезаражались друг от друга. Когда итальянцы поняли, что этого делать нельзя, было уже достаточно поздно. Вот произошло то, что пишет эта женщина. Люди расползлись по всей стране, страна не слишком большая, люди перемещаются туда-сюда на машинах, и вот результат, то, что сейчас имеет Италия, ужасающие цифры. Что же сделали немцы? Первое, возможно, на ошибках итальянцев, а возможно, просто в силу, ну, скажем так, в силу своего характера, немцы объявили карантин сразу и полный повсеместный. Меркель обратилась к народу приблизительно неделю тому назад, кстати, ее речь очень высоко была оценена всеми, сказали, что это одна из лучших речей, которую она произнесла, и она ровно так и сказала, уровень опасности почти что как во время Второй мировой войны. Она сказала, что, к сожалению, скорее всего, около 70% всех жителей планеты будут заражены в течение года. Она сказала, что вирус не уйдет ни за одну и ни за две недели. Вирус останется так же, как остается, например, вирус ПИДа или других форм гриппа. Наша задача сейчас остановить волну заразившихся, чтобы больницы справились с теми, кто уже заражен, и чтобы мы успели принять меры безопасности, чтобы у нас было достаточное количество аппаратов вентиляции легких, чтобы наши медики получили возможность работать над вакциной. Вот для чего карантин. Карантин вряд ли гарантирует вам, что вы не заразитесь коронавирусом. Вы можете им заразиться, но, может быть, через какое-то время. Не один за одним массово, допустим, весь коллектив, работающий на заводе или фабрике, а где-то постепенно, возможно, когда вирус уже ослабнет. И карантин для того, чтобы больницы не были переполненными, для того, чтобы врачи успевали справляться с потоком приходящих все время людей с симптомами коронавируса. Ну, представьте себе, насколько проще оказать помощь, если у вас на этаже или в палате находится 10-20 человек с проблемами легких, или у вас за один раз сразу тысяча человек с подобными же проблемами. Как вы будете решать задачу, если у вас недостаточное количество аппаратов? Естественно, вы будете выбирать тех, у кого больше шансов на спасение, а, соответственно, остальные этой помощи не получат, так как слишком много за один раз заразившихся. Что пытается добиться карантин? Чтобы сразу за раз в больнице не находилось 500, там, тысяча, полторы тысячи зараженных людей. Чтобы те, которые все-таки заразившиеся находятся в больнице, все смогли получить медицинскую помощь. Вот о чем речь. Если вы через 2-3-4 недели все-таки заразитесь коронавирусом, у вас будет надежда, что уже вот этого наплыва больных нет. И вам в том числе окажут помощь. Нужно понимать, что с переходом от одного человека к другому вирус мутирует и становится слабее. Это тоже дает маленькую надежду на то, что постепенно эпидемия сама по себе сойдет на нет. Но судя по тому, как разворачиваются дела в Италии, надежда на это, к сожалению, небольшая. Итак, что сделали немцы? Они сразу объявили о том, что закрывается все, все, что возможно. Сейчас у нас работают только магазины, аптеки, заправки и врачебные кабинеты, но туда ходить нельзя. Вот здесь очень важный момент. При входе в каждый врачебный кабинет огромное объявление. Если вы думаете, что у вас симптомы коронавируса, не заходите, пожалуйста, в больницы и врачебные кабинеты. Обратитесь к вашему врачу по телефону. То есть выглядит это таким образом, если я подозреваю, что у меня поднимается температура, появляется кашель, боли в груди, я должен позвонить своему лечащему врачу и по телефону рассказать, какие у меня симптомы. Если врач думает, да, это очень похоже на коронавирус, мне в почтовый ящик приносят направление к ближайшему вирусному боксу. Но это такие установили точки, куда человек может целенаправленно приехать и сдать там тест на вирус. Понимаете, да, немцы сразу отделяют этих людей. То есть они не говорят, приходите в больницу, а они говорят, нет, идите туда, где у вас возьмут тест. И точно скажут вам, позитивный вы на коронавирус или нет. Вы приезжаете в эту точку, сдаете тест на коронавирус и дальше в течение пяти дней вы продолжаете сидеть дома и ждать результат. Вас просят, пожалуйста, не выходите, оставайтесь дома. В этом случае в маленьких городах, поселках, деревнях, ну, например, у меня, организована служба доставки продуктов. Если вы подозреваете, что вы заболели коронавирусом, вам достаточно позвонить по телефону, зачитать список необходимых продуктов и вам привезут все. Это поставят перед порогом. Только, пожалуйста, не покидайте пределы дома. Если положение больного слишком ухудшается, человек вообще не может дышать, либо это пожилой человек, тогда можно звонить в скорую помощь, но приедет специальная бригада, которая увезет этого больного в специально оборудованную клинику. То есть, таким образом, вирусных больных как бы отделяют от всех остальных, потому что, ну, несмотря на всю эту эпидемию, по-прежнему у кого-то случаются инфаркты, по-прежнему кому-то плохо с желудком, с печенью. Кто-то должен родить ребенка, кто-то поломал ногу, это ничего не исчезло, но нужно этих больных отделить от больных коронавирусом. Теперь все общественные точки закрыты. Никаких баров, никаких кинотеатров, никаких музеев, по крайней мере там, где живу я, ничего не работает, кроме только самого необходимого. Я вчера был в аптеке, зашел туда, разрешают все еще заходить без маски и в перчатках, но деньги передавать не из рук в руки, а ложить в такую специальную работанную дозу. И, соответственно, аптекарша, она берет деньги только в перчатках. Что я думаю о России? Я думаю, что россияне сами по себе это недисциплинированные люди. К сожалению, они серьезно не принимают ту информацию, которая сейчас идет, они думают, что их это не коснется, что по каким-то, бог его знает, причинам они считают, что, наверное, российские больницы лучше оборудованы там немецких или итальянских. Я думаю, что это время карантина люди начнут сейчас использовать для тусовок, для гулянок, для походов, шашлыков и так далее. Вы, слушающие меня сейчас, оградите себя от этого. В конце концов, можно на какое-то время не встречаться со своими близкими, даже если вы в них 100% уверены. Вы не знаете, с кем они полчаса до встречи с вами общались. И вы не знаете, в том числе, как вы перенесете или ваши близкие это заболевание. Если у вас есть возможность, выезжайте из городов за пределы, то есть в городские дачи и постарайтесь не контактировать с большим количеством людей. Конечно же, нужно избегать общественного транспорта, если это возможно. И даже если вас заставляют, я не знаю, работать, я бы очень хорошо подумал, стоит ли выходить сейчас на работу. Деньги вы, наверное, заработаете, но вы их и заработаете потом, если останетесь здоровы. А вот если заболеете и все закончится печально, тогда вы сами понимаете, никакая зарплата вам уже будет не нужна. Вот это положение показывает, насколько неблагоприятным является жизнь в больших мегаполисах. Там люди очень сильно подвержены опасности. Не только загрязнение, экология, но и в данном случае большое скопление людей, это, конечно, на риск увеличивается в разы. Лучше, если вы житель поселка или деревни, и вокруг вас не такое большое количество людей. Поэтому, если есть такие родственники, есть такие места, я бы подумал о том, чтобы вывести свою семью все-таки за пределы мегаполиса. Ну, а если вы все-таки остаетесь в городе, у вас нет возможностей, не стесняйтесь. Одевайте маски, одевайте перчатки. Возвращайтесь домой, идите в душ, купайтесь, мойте все продукты, которые вы покупаете. Или старайтесь покупать продукты там консервированные, закрытые упаковки и так далее. Выяснять, кто виноват, мы будем потом. Сейчас главное остановить эту пандемию, дать возможность медикам изготовить вакцину. Еще я хотел бы сказать, остается вероятность того, что мы недостаточно информированы. Может быть, этот вирус сильнее и мощнее, чем нам говорят. Может быть, этот вирус мутирует, не знаю, в сторону усиления. Мы очень плохо информированы по этому вопросу. Нам сообщают большое количество заразившихся. Мы начинаем слышать, что среди наших знакомых и наших друзей появляются заразившиеся. Одни говорят, что отделался несколькими днями температуры. Другие, вот как вот сейчас в числе моих знакомых, заболела мама моего коллеги по работе. Она все еще болеет, женщина где-то около 70 лет. Она говорит, что ничего страшнее в ее жизни не было, чем вот это ее сейчас состояние. Она борется за жизнь. Неизвестно, выживет или нет. Когда мой коллега, непосредственно работающий со мной в школе, звонит мне по телефону и говорит, что вид это серьезно, отнесись к этому серьезнее, я не могу игнорировать эту информацию. Поэтому обращаюсь к вам. Будьте бдительны. Постарайтесь все-таки следовать условиями карантина. Ну и напоследок, конечно, нужно сказать особое спасибо упоротым блогерам. Их много на YouTube, к сожалению, которые сейчас стараются отвести внимание людей, усыпить бдительность, внушают людям, что нет никакой опасности, что нет никакого заболевания. Все это постановка. Это больные, которые выкладывают видео из больничных палат и говорят о том, что состояние у них очень тяжелое. Это все актеры, конечно же. Ну, кровь, как мы знаем, это кетчуп. Все не на самом деле. Я бы сказал, анафема этим людям. Меня поражает, почему YouTube продолжает терпеть вот этих фейковых персонажей. Их даже финансируют и монетизируют их работу. Но я думаю, что мои зрители понимают, насколько это отвратительно и мерзко в наше время. Я бы даже сказал, бесчеловечно и негуманно. На фоне тысячи уже погибших. На фоне того, что люди сейчас... Кто-то лишается своего бизнеса, кто-то лишается своей работы. Многие находятся в панике, не знают, что будет с деньгами. У многих проблемы с детьми, которые сейчас находятся дома и вынуждены не выходить из дома. Все это достаточно тяжело. Но находятся вот идиоты, говорящие всем нам, забудьте, плюньте на все это, живите, как вы жили раньше. Сам дебильник может делать со своей жизнью все, что угодно. Человек неадекватный. К сожалению, он находится в Германии. Боюсь, что ему окажут помощь в случае чего. А так я бы с удовольствием почтил его память и, не знаю, отнес цветочки на его могилку. Пандемия. Ну, это распространение нового заболевания в мировых масштабах. Ну, а вообще говоря, в мировых масштабах у нас новое заболевание не распространилось. Ну, кому что надо. Кого-то просто запугать, а кого-то до смерти. Вот этим и объясняются так называемые выявленные больные. Ну, куда без паникера сотника. Это человек, который сфальсифицировал на себя там якобы какое-то преследование. Никому он, конечно, нахер не нужен. Со своим как бы говно контентом. Ну, давайте вот просто для понимания этот говно контентик чуть-чуть посмотрим. Здравствуйте, я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит канал Сотник ТВ. Ну, есть еще такие персонажи. Но кто-то все равно такое, как бы, фекалии эти хавы это информационные. Ну, кому-то это нужно, эту информационную наркотическую пилюлю. Как кровавая гебня ему эфира мешает вести там и так далее. Ну, у него не закрадывается мысль, что его говно контент просто становится, ну, неинтересен просто людям. И поэтому его не смотрят. Ну, реальная журналистика. Ну, вот давайте посмотрим, как они с клириком тут нагнетают по поводу коронавируса. Это все начало расти стремительно в геометрической прогрессии. И север сейчас, это просто какой-то эпицентр у нас, мора на севере. Просто мне присылают друзья кадры в мессенджерах. И без... Ну, конечно, когда население всей страны зомбирует, сидят люди дома в четырех стенах тоже. Это способствует панике. Зомбоящик обрабатывает, везде все обрабатывают. Но что-то статистика говорит, что умирают на 99,16 от патологических болезней, а не от никакого коронавируса. Шобла, конечно же, тоже. Смертности будет гораздо больше. То есть, вот когда вы говорите, что, допустим, там остановка авиасообщения, закрытие каких-то торговых точек, это несет все экономические проблемы? Конечно, несет. Очень серьезные. Это и разрушивает экономику, а не какой-то там коронавирус. Но эпидемия, доведенная до серьезных масштабов... Никакой эпидемии нет, а тем более в мировых масштабах. Ну, вот, 19 марта он выпускает ролик «Пандемия или истерия? Как Кремль эпидемию побеждает». Ну, во-первых, сразу заголовок не соответствует тому, что, вообще говоря, происходит. Никакой эпидемии нет, ни ОРВИ нету эпидемии, ни символия коронавируса никакой эпидемии нигде не было. Ну, так вот. Вот Романенков, во-первых, вводит сразу публику свою в заблуждение. Он сразу «Кремль, эпидемия». Ну, основной посыл реальной журналистики в том, что Кремль не готов к эпидемии, масок нет, ни хера нет, аппаратов нету, все нету. Если начнется пандемия, то будете сами, короче, справляться. Вот смысл этого контента – это и есть нагнетание. И поэтому ты в этом списке, поэтому твоя аватарка вставлена. Все по делу. Сейчас будем смотреть отрывки твоих роликов. Ну, смотрим. На дистанционное обучение пропаганда по инерции врала еще два дня ниже. Не врала, пропаганда есть, но если нет решения управленческого о карантине, и это мера дебильная, закрытие детских садиков, когда никакой нету ни эпидемии, ни пандемии. Учитывая, что даже мировую статистику официальную, если страшилкам верить, что-то дети никак не умирают от, в кавычках, коронавируса. Ну, это просто опять нарезки с новостей, именно нагнетание ситуации. А самое решение дебильное. У нас тоже учебный процесс в Европе сорван. Это идиотское решение. Тут не только путинская ошибка. Все под дудку цеха пляшут. Все. Все это делают. Ну, а некоторые люди, ну, посмотря на мой канал, пишут, типа, вот, не в себе блогер и так далее. Ну, как бы, и можете не мыть руки по 10 раз в день, это не надо. Пусть эти люди делают со своей жизнью все, что хотят. Они психически нездоровы и до конца не понимают, о чем речь. Самое главное, вы отнеситесь к этому серьезнее. Не нужно пережить этот момент и пережить его с минимальными потерями для себя и для своей семьи. Будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!